Мы приветствуем Инну. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Доверит. Яду командую на счет 3. Скеннер сканирует пространство над головой Инны, под ногами 360 градусов вокруг нее. Тел Инны находит все. У нее синий дракон. Да. Он почему-то представляется ее учителем. А почему так считаешь, дракон? Ладно, давай посмотрим, кто у нас. Он ее направляет. По-моему, у них контракт. Он чуть ли не в позе лотуса здесь сидит. А, вот как. Арахноид. Есть. Инсектоид. Есть. Инкуб и джинн. Инкуб и джинн. Какой джинн? 65-12. Еще раз. 65-12. Он синий. Инкуб, инсектоид, арахноид. Какой синий дракон? 56-0-0. 56 и что? 0-0. 0-0. Хорошо. Начинаем с реверса энергии в процессе работы. Я буду задавать вам вопросы. Вы будете на них отвечать. Кто будет нет, не будет отвечать или говорить неправду. Тот пожалеет. Даю команду тонкой копии. Инность проецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Ответственным за чужеродную негативную патогенную низкой аббрационной энергии в ее биополе. Всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Итак, синий дракон, я слушаю насчет твоего контракта. Когда он был заключен, какие условия контракта? Развитие души ей пообещал, показывая путь и направляя. Духовная трансформация в обмен на незначительные затраты с ее стороны. Когда был заключен контракт? Контракт громко сказано, как небольшой договор. Заключен был четыре с половиной года назад. Я подольше нахожусь с ней рядом. Около шести лет. Понятно. Хорошо. Кто был ответственен за опухоль в ее груди? Чего это воздействие было? Попочвенные эффекты от получаемых энергий. Неправильная гармонизация энергий. А какие она энергии получала? Чьи это энергии были? Он показывает. Она занималась медитациями. Чаши, которые имеют свою вибрацию тибетские. Плюс дракон здесь. Все эти энергии не были скармонизированы и как сгустки распространялись. Какие-то рассеивались, а какие-то несколько раз попадали в одно место и остались сгустками. Значит, чаша и его энергии способствовали этому вирусу? Вибрации плюс энергии дракона. И не было гармонизации, не было правильного рассеивания и баланса. Понятно. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Инна забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что не похитили, все, что не изъяли, до последней капли возвращает Инна себе обратно. Она хозяйка своих энергий возвращает все свое себе обратно. Усилие потоки в 50 раз. Кто из присутствующих находится еще в квартире? Драконы прямо на потолке, над кроватью. Плата есть. Хорошо. Арахноид. Это понятно. Джин. Ну все. Инсектоид и инкуб не селятся в квартирах. И еще они от дракона на шее и вниз какая-то как накидка такая, рома внизу. И что это за бах? Да. До талии. Какая функция этой накидки, дракон? Стиркуляция. Все энергии идут по кругу, не уходя за пределы. Передаются мне для дальнейшего распределения. Хорошо. Инна, вы в курсе о контракте с драконом? Первый раз слышу. Дракон, мне кажется, ты мне сейчас рассказываешь какие-то истории. У нее не было контракта с тобой, договора. Ты во сне кем перед ней предстал, когда ты подошел? Учителем. Как ты выглядел? Как дракон синий? Или как старец святой? Старец, но не святой. Старец. Старец, показывающий путь. Реверс закончился. Вот с тебя и начнем. Выходи, синий дракон, снимай все, что ты оставил в ее биополе, вытаскивай все свои платы, ничего не забывай. Доклады о готовности к проверке. Проверка будет проведена скэнером несколько миллионов герц. Если что-то останется, или вы забудете это вытащить, по каналам существует вероятность, что вы сгорите. Поэтому все вытаскивайте. Но у него на шее прикреплено и идет вниз. Как я уже сказала, это бахрома, это как много-много ленточек. Они в виде капли вниз, такой конус идет. Они разными цветами, то есть своей энергией, которую он не отдавал и не распылял, сохранял. То есть это определенный сосуд такой, который она таскала своей же энергией на себе, но для дракона. Ну это массивное воздействие, дракон. Посмотрим, какое наказание сегодня ты заслужил. В третьем глазе и в сердечной чакре платы. Что и требовалось доказать. Готово. Хорошо. Сколько джин находился в этом биополе? Два года. Договор или контракт у тебя есть? Нет. Собирай всю свою пыль, выходить тебе не надо. Втягивай в себя все подключки. Ничего не забывай, докладывай готовности к проверке. Приступай. Он ее ногами пыли, из-под ног она вытягивает. Как отражалась эта пыль на ее жизни? Пылилась она в застой. А ты что с этого имел? Если она ничего не делает, что ты получаешь от этого? Вороте не пылилась. Хорошо. Готово. Инкуб выходит. Сколько инкуб находится в этом биополе? Четыре года. Хорошо. Выходи, вытаскивай, снимай все, что ты оставил. Накидка есть в ее биополе? Маска на лице и вниз идет палка. А палка зачем? Ну он так держал ее на лицо, маску. И как ее воспринимали окружающие? Как они ее видели? Как карикатуру. Вот как. И это четыре года. Хорошо. Ждем, пока он все снимет. Но не все. Тот, кто представляет опасность для инкуба, он поднимал эту маску наверх. Понятно. Снял все. Инсектуэт, сколько ты находишься в этом биополе? Что? Хрюкает весь. Пять лет он находится. А что ты хрюкаешь? Инсектуэт, тебе что, плохо здесь или как? Наоборот, хорошая жидкость у него там. Наполнен он весь. Понятно. Скажи мне, сколько находится инкубаторов в ее биополе? Два инкубатора. Вот. Два инкубатора. Отключайся полностью. Вытаскивай инкубаторы, снимай крепление. Всю жидкость откачивай. Ничего не забывай. Докладывай о готовности к проверке. Приступай. У него не два, а три инкубатора. Один в спине, другой как живот. Один за другим стоят. И третий в выпуклое такое место в животе, где он сам находился. У него получается два инкубатора и его место оно тоже как под ключиком. Понятно. Все снял. И арахнует. Выходи, вытаскивай всю свою паутину, все иголки, вытаскивай. Ничего не забывай. Возвращайся назад. Приступай. У меня о голове иголки. По кругу волос. Головная боль, мигрень. Что это было? Каша в голове. Что ты устраивал этими иголками? Боль была. Отсос энергии был. Боль головная была и отсос энергии. Мигрени были. Причем это боль не во всей голове, а там, где он иголку вставлял, как очаги боли были в одном месте. Например, часть лба. Хорошо. Я думаю, Инна знает, о чем идет речь. Вот ответственность за это. Через эти иголки он подпитывался этой болью из нее. Потом вытаскивал иголку. И у него иголки в таком месте, как у швей, как подушечка. Он туда вставляет все. Ты посмотри, какой мануальный терапевт. Заряжается через них он. Заряжался. Потому что больше не будет этого делать. Хорошо. Все-все вытащили. Даю команду на рассинхронизацию. Инны с синим драконом, арахноидом, инсектоидом, инкубом и джином. Пошла рассинхронизация до 100%. В один, два, три. Заканчивается автоматически. Готово. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Проверка идет. И с подключки дракона. Там ее энергия в этих лоскутках. Хорошо. Выстраиваются прямые каналы ко всем подключкам дракона от Инны прямые. Один, два, три. И она забирает реверсом все чистые, светлые, божественные энергии. Весь биоматериал, все, что находится на чистоте, Инны мощным потоком пошло назад. Идут энергии, они как части ее возвращаются вот этими каплями такими большими. На свои места встают в ее тонких телах. Интересно. Дракон не боится, что она ему может поставить печать? Он очень сердится. Да? Очень сердится? Его ученица выходит из-под контроля. Хорошо. Сейчас ты будешь моим учеником. Рак до него. А, хорошо. Все вернулось? Если бы она об этом знала, заключала его осознанно, я бы ни слова не сказал. Но так как ты зашел обманом, дракон, у меня не существует вообще понятия какого-то контракта или договора. Итак, хорошо. Что мы делали, Вера? Вы давлили? Мы вернули из-под ключиков энергии, у нас остался канал. Хорошо. Канал не отстегнулся или я не отстегивался? Дай команду. Дай команду. На счет три. Помогаю Инне. На счет три. Отстегнуть все каналы к интерферентам. Один, два, три. Удар. Отлетают каналы, отстегиваются. Готово. Все отлетели? Все отлетели? У нас один был только к этой подключке, чтобы вернуть ее энергии. Все правильно. Открывая воронку в галактическое ядро, этот канал уходит на переработку. Закрываю, опечатываю, растворяю. Итак. Кеннер просканировал, она чистая. Благодарю. Переходим к следующему этапу. Аннулирование контрактов и договоров. Сейчас мы посмотрим, что у тебя там. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Инна должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки, выразить это намерение. Она готова это сделать? Готова. Я говорю в слухе, тонкая копия повторяет за мной. Я вызываю законы свободы воли души и законному праву распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. А знаешь, энергия Дэвис тоже найдет. С нее уходит как такая прозрачная оболочка, она какая-то магическая дракона. И возвращается ей энергия. Хорошо, дракон. Она как очарованная, овороженная. Он магию использовал. Ты магию использовал против нее? Это ему не нравится совсем. Да, он использовал магию. И он сейчас перестал быть учителем. Ты просто дракон, ты не учитель ни для кого. Ты захватчик, интерферент и паразит, который вошел без разрешения в биополе, представь не под своим видом и обманув душу. Ты нарушил много законов мироздания. Одно из них право на развитие души, на свободный выбор. Его разгадали, раскусили. Он этого не ожидал. Да, ты еще другого не знаешь, что тебя ожидает. Достаю печать дракона и включаю на полную мощность. Вспомни, дракон, кто ты. Он под воздействием цивилизации драконов. У них есть законы. Я знаю, что у них есть законы. У них есть правила, ему показывают сейчас все это. Он кричит. У него голова как-то уходит в эту печать, в эту... Хорошо. Выключай печать. Выключай печать. Хорошо. На этом дракон, я тебе все сказал. Итак, мы все убрали, канал отсигнули. Сейчас, Джин, я тебя отправляю. Нет, подожди, у нас здесь контракт энергии вернулись, контракт стоит. Открывая воронку в галактическое ядро, контракты вместе с фантомами контрактов и отработанные контракты вместе с их фантомами уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Идем дальше. Все, мы здесь убрали. Джин, я тебя сейчас отпускаю в дом. Ты соберешь всю свою пыль. Я приду, проверю и отпущу тебя на твою чистоту. Все понятно? Понятно. Арахноид, я тебя отпускаю сейчас в квартиру, собираю все, что ты там оставил, все свое потомство, паутину. Я прихожу, проверяю, отправляю тебя на твою чистоту. Все понятно? Понятно. Открываю два портала в квартиру Инны. В один уходит Джин, во второй портал уходит Арахноид. Закрывай, опечатывай, растворяй оба портала. Готово. Инкуб, ты больше в это биополе не придешь. Тебе понятно? Понял. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Что же касается инсектоида, он больше никогда в это биополе не войдет. Ему понятно? Понял. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте инсектоида. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Я на связь. Приветствуйте. Я тебя редко вызываю из-за драконов, но здесь синий дракон 5600, 4,5 года сидел, обманом, заключил договор, предстал голограммой, очень много высасывал. Посмотри, пожалуйста, его. А что он такой сопливый? Не знаю, наверное, простудился. Мы заберем его. Драконов мы сдаем из цивилизации. Они сами наказывают. Хорошо, дракон. Как-то нарушает. Да, он считал себя за учителем. Мне кажется, он сейчас познакомится реально со своими учителями. Определенные границы. Уничтожай все, что он подключал. Благодарю. Все, что все подключки дракона, где они, Вера? Рядом, в клетке. Открывай воронку в галактическое ядро, подними, они уходят на переработку. Закрывай, опечатай, растворяй. Готово, дракона забрали. Хорошо, дракоша. Все. Идем дальше. Клетка должна быть у нас уже пустая, да? Да. Поехали по частотам. Переходим на частоту. Магическое воздействие, если таковое есть или было, оно проявляется. Фантом дракона. Выходит фантом дракона. Открывая воронку в галактическое ядро, он уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Переходим на частоту. Неупокойная бесплодная. Да, готово. Считаю до трех и даю мощный удар, и она сжигает все связи к этому эгрегору. Один, два, три. Пошел мощный удар. Отлетает эгрегор. Эгрегор вместе с фантомами уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. И вот эти эгрегоры их показали. Она слишком доверяя каким-то практикам. Ей нужно со стороны немножко посмотреть на них и почувствовать, как они на нее влияют, куда они ее ведут. Абсолютно верно. Они слепо следуют любым учениям, которые ведут, в принципе, к более серьезным подключкам. На Земле очень много опасных учений, например, сущностей, которые великолепно заходят даже при прослушивании каких-то мантов, при прослушивании каких-то там знаний. Мы с этим встречались неоднократно, поэтому обращаю внимание, если вы принимаете какую-то информацию, хотите обучаться ей, всегда согласуйте это со своей душой. Ей нужно интуитивно именно чувствовать, не просто находиться в этом состоянии, а чувствовать, нужно ли это или нет. Для этого я и сказал, принимать решение в согласии со своей душой. Душа никогда не даст свое согласие. Если есть это чувство неприятное, надо его слушать и вникать, и не сразу соглашаться. Критическое мышление – это гарантия того, что у вас будет меньше ошибок. Хорошо. Переходим на чистоту «Ляр». Переходим к процессу активации и идентификации души. На счет три. Запускаем процесс активации и идентификации души. Один, два, три. Пошел процесс. Она лирианка, душа объявляет об этом. Лирианка? Хорошо. Да, она хочет знать, передать ей, что у нас Лиры. Она заявляет о себе. Созвездие Лира. Хорошо. Если она захочет узнать чуть больше о себе, мы можем пригласить ее куратора, которому она может задать 10 своих вопросов. Готово. Хорошо, Инна. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Совсем по-другому. Я владею своим телом. Я очень гибкая и легкая. Могу энергию чувствовать. Отлично. Сейчас мы сделаем следующее. Скэнер. Я тебя прошу, включи медицинскую программу. Просканируй в области груди. Инну, найди эту опухоль. Опухоль подсвечивается красным цветом. Есть опухоль. Хорошо. Скэнер. Выведи эту опухоль. И включай медицинскую программу. Вместе с фантомом выходит эта опухоль. И вибрация, она крутится, как диск. Готово. Выводим. Вышло это все. Открываю воронку в галактическое ядро под ней. И диск уходит на переработку. Закрываю, опечатаю, растворяю. Хорошо. Скэнер. Дай еще заживляющие какие-то энергии, необходимые этому органу для восстановления. Свои энергии у нее целяют. Именно для этого душа объявила, кто она. Абсолютно верно, Инна. Вы должны свои энергии ощутить. Сначала почувствовать их, заправляясь этими энергиями. Вам передадут рекомендации наш администратор после сеанса. Вы должны направлять силой своего намерения энергии в больное место. Чувствовать, как энергии работают, как они излечают и убирают все симптомы, как ваши больные органы исцеляются. Это должна быть дополнительная визуализация. Поэтому вам надо заправляться энергиями ежедневно. Сбрасывать негатив ежедневно вечером. Энергиями заправляются утром. Цифры мы вам объяснили, как заправляться энергиями. Энергия Лиры. У нас очень много видео на канале с кураторами, которые приходили к душам созвездия Лира, где они давали рекомендации. Послушайте их. Наверняка у вас что-то отзовется в вашей душе, и вы получите какую-то дополнительную информацию. А сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа. Сразу перейдем к чистке вашей квартиры и кота Амиго. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию иную систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Она заходит, гармонизируется, и душа показывает ей, каким она цветом, чтобы ей было проще представить. Она похожа очень внутри, как лунные такие, желто-белые, но не больше белого там. И по краям они в чистый свет переходят, светятся. Вот эти энергии она может для заживления использовать. Она может их вытягивать, наполнять. Вот именно гибкие, как она сказала, такие энергии лиры у нее внутри. Готово. Отлично. Отключаемся от объекта. Квартиру Инны ты видела. На счет 3 ты стоишь перед входной дверью ее квартиры. 1, 2, 3. Да, я здесь. Ты растворяй. Есть. И на счет 3 появляется перед тобой тонкая копия кота Амиго. Амиго стоит перед нами. Он сидит и мяукает так коротко. Мяу, мяу. Хорошо, Амиго. Мы пришли тебе помочь. Мы услышали твое мяу. Мы поняли, тебя здесь мучили. Сейчас я тебя почищу. Включай внутренний белый свет Амиго. Этим светом выдавливай из него все негативное патогенное, низкое абрационное, чужеродное, находящееся в его биополе. Свет пошел, энергии выходят, формируется перед ним в шар. Все, до последней частички выходит негативное, чужое. Амиго старался защищать и показать, но они сильнее, их больше. Амиго. Их больше нет. Я их всех прогнал. Все порталы закрыты. И сейчас я еще поставлю защиту над этой квартирой. И ты здесь будешь хозяином. Никто больше чужой не зайдет сюда. Это ему нравится. И энергии хозяйки ему тоже очень нравится. Шар вышел. Я, кстати, понимал, когда он там по видео ходил, он глазами показывал, прям голову поворачивал в сторону портала. Квастом. Хвостом он китом. Хвостом. Понятно. Хорошо. Мы потом пообщаемся с ним. Открывая под шаром воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатая, растряяя. И в макушку головы котика начинает поступать необходимое количество ему кошачьей энергии. Свет пошел. Энергии пошли. Необходимые ему наполняют, его усиливают. Все цвета необходимые ему. Амиго начинает поступать. Мощность потока усиливается. И поднимаем частоту вибрации котика до комфортного ему уровня. Пошел подъем. И даем ему еще отдельный канал кошачьей души. Пошел поток. Амиго зажмурился от удовольствия. Ну, соскучился за энергиями, конечно. Кошачьей души ему очень нравится. Это очень, как сказать, родное ему, такое теплое. Ну вот, видишь. Готово. Не зря нас ждал. Синхронизируется энергия и вибрация. Гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Как ты себя чувствуешь, Амиго? Ничего больше не беспокоит? Он чурится, он в неких такой. Хорошо. Ты хочешь что-то передать хозяйке? Есть у тебя какие-то желания? Я ей передам. Он все сделал, чтобы защитить ее и чтобы почистить ее и место. Он считает выполненной свою задачу. Абсолютно верно. Ты все организовал. Я услышал. Намяукал. Да, намяукал. Абсолютно верно. Я тебя услышал и мы с Верой пришли и помогли тебе. Так что все, больше ничего тебе мешать больше не будет. Сейчас мы заполним еще энергиями и все будет здесь хорошо. Будем возвращать котика. Возвращаем Амиго в его систему Биоробот Душа. Подключаем его к каждому органу, клеточке, извиненке головного мозга. И он синхронизируется, гармонизируется на всех уровнях. Готов, котик. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...